Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Поверить собственной силой Никите Иванкову помог спорт. Два раза в неделю мальчик занимался с тренером паралимпийской сборной Анапы, чемпионкой России по легкой атлетике Натальей Макаровой. И вскоре из всех спортсменов паралимпийцев с травмой шейного отдела позвоночника он стал единственным в Краснодарском крае, кто может поднять штангу в 60 килограмм. Но Никиту не покидали мысли о море и хотелось плавать. Мне звонит тренер моей паралимпийской команды, и вот рассказал ситуацию, что передо мной сидит директор дайв-центра и предлагает погрузиться. Тогда очень был рад. Все это стало возможным благодаря совместной программе Анапского клуба подводного плавания «Акваглобус» и фонда «Доступная среда». По этой программе в клуб пришли заниматься 20 инвалидов, и только один Никита Иванков получил сертификат парадайвера. Летним погружением предшествовали зимние занятия в бассейне. Парадайвингиста Никиту по этой же программе фонда и клуба уже отправили в Дубровнике, в лагерь для парадайвингистов в сентябре 2012 года, где он поразил и удивил представителей Международной ассоциации дайверов-инвалидов. Он двигался в воде, погружался, как здоровый человек. По результатам проведения семинара и парадайв-лагеря в Дубровнике, Хорватия, наш коллега Никита Иванков, наш герой, получил сертификат КМАЗ «Дайвер одна звезда». Сертификат по дайвингу для здорового человека вручен единственному в мире парадайвингисту, да еще с таким диагнозом заболевания. А напчанину – Никите Иванкову, что стало сюрпризом для него. Пригласили просто попить чай, чай, пить, обсудить просто какие-то вопросы. И вручили такой сертификат. Неожиданно было, очень приятно. Дальше намереваюсь и с инструктором фурсов Валерий уже с ним обсудили, что летом, возможно, буду уже на вторую звезду обучаться. Стимул заниматься дальше получил не только Никита. Международная ассоциация дайверов, увидев результаты нашего парадайвингиста, выразила желание собираться таким же лагерем, как в Дубровниках, только в Анапе. Акваглобус – клуб, признанный межведомственной водолазной комиссией при правительстве России лучшим в 2007 году и награжденной в 2010 медалью, увидев результаты, планирует расширить сферу деятельности. В ближайшие дни мы выходим уже на очередной контакт с нашей администрацией. Очень надеюсь, что они нам помогут в проведении парадайвлагеря, потому что дело замечательное, и это будет, наверное, все-таки международный парадайвлагерь. Потому что хорваты, словенцы и, кажется, черногорцы собираются быть из числа тех ребят, которых мы видели вот как раз в Хорватии. Результаты после погружения феноменальны, как признают врачи. Чем больше нагрузок выдерживает парадайвингист Никита Ванков в море, тем большей нагрузки может переносить на земле. Если в прежние годы Никита не мог даже выходить на солнце гулял только поздним вечером, то после года занятий в дайв-клубе и погружении терморегуляция стала практически как у здорового обычного человека. Сейчас так же упорно, как Никита, ходят на занятия инвалид первой группы в результате полученных травм ДТП Михаил Кириллов. У них все впереди, уверенные инструкторы, и все вместе ждут лето. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.